Антон, приветствую, это Юлия с Рязани. Которая? Которой ты уже третий день предлагаешь позвонить, и вот я наконец озрела. Вопросы тебе задать, можно? Юлия Архипова или Архарова? Архарова, да, да. Фамилия Персона Архарова, да. Регрессолог, психотерапевт. А, привет, привет. Ты говорил, что можно позвонить тебе в любое время. Вот я сейчас звоню. Тебе удобно говорить? Ну, в принципе, да, в машине еду. Говори. Хорошо, первый вопрос про эндосаментные надписи. На своих документах, которые я пишу и подаю куда-то, есть ли смысл их писать? Я пишу, у меня, если заметишь, во всех моих болезъявлениях, допустим, на ознакомлении с материалом дела, у меня там внизу целые один или два абзаца, я пишу там. Без оборота на меня, без ущерба, без акцепта, я вас не признаю, обратно не присылайте, и все, 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 там целый абзац. Видела. Значит, можно. Хорошо. Ну, тут зависит от случая. Нужно всегда включать соображалку и каждый раз взвешивать каждый документ, а не так, что на автомате. Хорошо, поняла. Второй вопрос. Про написание имен с маленькой буквы. Где источник авторитетный, говорящий о том, что мы можем свои имена писать с маленькой буквы, и что это статус выше, чем имена собственные по правилам русского языка, которые должны писаться с большой буквы. Источников несколько. Значит, первый источник, это у меня внутреннее ощущение было, вот как только я залез в эту тему правозащиты три года назад, у меня почему-то вдруг появилось желание все писать маленькими буквами. Хотя я раньше писал там, ну, первая буква большая, потом эти аббревиатуры и все такое, там, знаки припинания и все такое. Запятую и точку ставил. А как только влез вот в эту тему правозащиты, у меня пропало желание вообще какие-либо знаки припинания ставить, и я начал разграничивать предложения путем перехода на следующую строку. Спешу все маленькие буквы со следующей строки, но новые предложения начинаются, и все. И все никак не мог понять, откуда у меня такое желание. А потом, когда я добрался до темы живых, ну, то есть там вот это все начал изучать, и там всплыло римское право. Вот эти статусы, капитус деминуте, минимум деминуте. То есть минимум, это вот как раз, на ограниченных правах минимальное, и все буквы маленькие. А еще с Германии пришла информация, что вообще нужно через пробел писать. То есть О, Д, Н, пробел, Т, пробел и так далее. А еще источник каноны. В канонах тоже про большие и маленькие буквы написано. Но где точно я не помню, надо поискать. Все, логично, поняла. Хорошо, благодарю. Теперь третье, вот как раз про благодарствую и благодарю. Про яблоки, вот, например, недавно женщина говорила, что обмен желтое на зеленое яблоко. Благо дарю, то есть даришь кому-то благо, что-то ценное. И благодарствую. Дарствую – это тоже ты даришь. То есть откуда у тебя вот это понятие, что благодарствую – это обмен? То есть тоже где авторитетный источник? Слово благодарствую обозначает обмен. Ты мне скажи, мы для всех записываем или только для тебя? Как скажешь. Ну, вот этот вопрос я бы хотел ответить только для тебя. Хорошо. Значит, только для тебя. Значит, я обращался к зрячим, и они смотрели это слово «благодарствую». И там идет именно взаимообмен. А еще был вопрос такой, что тот, кто говорит «благодарствую», он буквально поступает как царь, у которого есть все, и он дарит тому, у которого нету вот именно того, что он благодарствует. То есть он, ну, это само слово, оно звучит так, как по царски. То есть «благодарствую». Вот если поставишь пробел условный после слова «благодарствую» и сделаешь ударение на букву «да», ну, на первый слог «да», то получится «благодарствую». То есть это намного мощнее слово получается. И вот именно на тонком плане они смотрели, что это идет взаимообмен. То есть царь с плеча снимает, вот как этот Петр Первый делал, он там кафтан снимает себя и благодарствует тому, кто сделал очень великое дело для всеобщего блага именно для страны. Ну, естественно, уже сделал все возможное для этого поступка. Просто на данный момент у тебя нету ничего с собой. И вот если посмотреть, он там, мало того, что кафтан снял и тут же надел на этого, на того, кто был в камере, сидел. Так он еще сказал, весь твой род, там что-то дворянские становятся, никто не имеет права тебя там и твой род облагать поданью и налогами, что-то такое. Вот это называется «благодарствую». То есть сделал все, отдал взамен все, что мог. Дарственное. Благодарствую – это одноперяное слово с дарственной. Но смотри, а что он взял взамен? Вот кафтан он отдал, а что он взамен дал? Я же говорю, он отдал тому человеку, который до этого сделал очень многое для страны. Они там, насколько мне, это фильм про Северную Двину, Архангельск, как они остановили поход шведов, что ли, да, шведов. Там они кораблями шли на Архангельск и хотели его захватить. Так они это все остановили. Великое дело, великое. Чем это отличается, когда тебе человек что-то хорошее сделал, допустим, информацию какую-то или делом каким-то в техническом плане, а ты ему говоришь «благодарю вас за это», в чем кардинальное отличие? Ну я же поясняю, «благодарю» — это в одну сторону. А «благодарю» — это в одну сторону. «Благодарю» — это в две стороны. И не просто в две стороны, то есть взаимообмен благом, на примере яблок. Но еще «благодарствую» — это еще плюс описание свойства. То есть ты не просто совершаешь поступок, даря взаимно что-то, но еще и испытываешь вот это чувство благодарственности. Все, тогда да, логично. Хорошо, поняла. И вот последний вопрос. Про фото в паспорт. Друг хочет сфотографироваться с оголенным торсом, а я хочу в полный рост. Потому что по регламенту это не противоречит. Что ты про это думаешь лично? Ничего не понял. Это вы что, друг другу в постели говорите или что? Я хочу в полный рост. Сфотографироваться на паспорт, подать фотографии — полный рост. А он хочет сфотографироваться для паспорта с голым торсом. Ну, полным ростом я не знаю. Это надо читать регламент. Они сейчас изменили регламент по поводу фото. Если поищешь в интернете, там есть видео, как мужчина что-то там видоизменил специально через фотошоп свою фотографию. И сделал так, что там вообще лицо что-то почти неузнаваемо. Но оно полностью соответствует регламенту ихнему. И после этого они поменяли регламент. И вот сейчас совершенно другой регламент. Вот там надо читать регламент. Позволяет регламент? Да, я читала. Я читала. Там написано, что нельзя использовать фотошоп в целях улучшения качества изображения. Про то, что голым фотографироваться там, естественно, ничего не сказано. И про полный рост. Ну, тебе неизвестны случаи, когда кто-то так пытался сделать? Нет, неизвестно. Но если кто-то так сделает, они поменяют регламент, я уверен. Ну, сейчас попробуем. Будем пробовать. Ну, в принципе, все, ладно. Тогда прощаюсь. До скорых встреч. Да, благодарствую. Благодарствую. Андрей, благодарствую. Сегодня видео снимал. Ну, вот этот аудио смонтировал. Видишь? Завтра будет. Да. Хорошо. Удачи тебе на дороге. Пока. И это, подожди, я бы хотел еще с тобой интервью попозже, там, дня через два написать. Потому что я, насколько, ну, успел прочитать твои комментарии. У тебя тоже там большие успехи, да, есть? Ну, с твоими не сравниться. Ну, я начала-то, дай бог, в сентябре прошлого года. Но я на месте не сижу. Я очень активничаю. Вот сегодня, например, договорилась с нашей очень крупной газетой, 100 тысяч экземпляров, уже деньги отдали, о том, что они напечатают объявление о создании рода и общины. Причем договор заключили на род, не на физлицо, не на персону. Поэтому я сегодня пляшу и танцую. А в субботу уже должна газета выйти. Давай, может быть, вот после субботы, если газета выйдет, вот можно будет эту тему тоже проговорить. Смотри, я хочу просто позинить. Я хочу с тобой записать видео на предмет того, смотрите, какая движуха организовалась и сколько много женщина сделала за это короткое время. Да, можно, без проблем. Добро, добро. Кстати, я подумал, вот то, что я и наговорил, там, в принципе, для всех можешь размещать. Хорошо, ладно, сделаю ролик. Да, да, я там нормально разговаривал, ничего лишнего не сказал. И пришли мне, пожалуйста, ссылочку на ролик. Ну, конечно. Хорошо. Добро. Пока. Давай, благодарю. Пока. 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok